Сегодняшняя проповедь, она рождена в агонии моей, ночью просто писала на телефон, так что извините там как пойдет, но я сейчас в принципе в хорошем настроении нахожусь, но проповедь называется «Умри душа моя сфилистимлян». Поэтому, кто так сказал, кто знает нас? Самсон так сказал. Кто-то не знает, кто такой Самсон. Много кто не знает, кто такой Самсон. Но Библия Самсона называет героем веры. Знаете, я много раз читал, знаете, в евреях написаны вот эти герои веры, и они перечисляются. И иногда по поводу некоторых личностей у меня как-то вот какие-то сомнения возникали, знаете, думаю, ну, как будто он случайно. Но Библия называет Самсона героем веры. И мы не должны нисколько в этом сомневаться. И я, знаете, я слышал проповеди по поводу Самсона раньше, как разбирались в его ошибках, как копались в его грехах, как, ну, как бы, людей, ну, вот, можно так сказать, ну, да, судили, да, его грехами, что вот, да, делая вывод, да, но Библия называет Самсона героем. Аминь. И этот человек со сломанной душой, со сломанной судьбой, понимаете, Бог дал его, когда филистимляне, очень сильно населенный Израиль, и господствует, и Бог дает Самсону. И приходит бездетная семья, взрослые, взрослые, муж и жена, которые не могли зачать, и приходит ангел, говорит, у вас будет сын, и он будет на заре Божьем. Он не будет стричь волосы, он не будет пить вина, и вы должны все это сделать. И вот Бог выбирает, да, избирает, Бог растит этого человека. И вот мы сейчас какие-то моменты прочитаем. Вот он вырос, он не пил вина, у него были длинные волосы, и однажды он шел через виноградник. И вообще, ну, там сложная судьба, ему понравилось филистимлянкам. И отец и мать его были очень огорчены, знаете. И опять же, вот, много раз мы делаем выводы поверхностно, да, думая, что, а, что-то неправильно, он сразу стал делать что-то неправильно, поэтому с ним что-то, то-то и то-то произошло. Но я хочу вам показать Библию, ну, как бы, что говорит об этом Библия. 14 глава, книга Судей. Он пошел и объявил отцу своему и матери своей, и сказал, я видел в Фимнаре женщину из дочерей филистимских, возьмите мне ее жену. Отец и мать его сказали ему, разве нет женщин между дочерями, братьев твоих и во всем роде моем, что ты ищешь взять жену у филистимлян не обрезанных. И сказал Самсон отсутствуем, и ее возьми мне, потому что она мне понравилась. Да, вот так он заявляет, да, и мы видим, как будто бы идет наперекор маме и отцу. Но Библия нам говорит, следующим стихом. Отец его и мать его не знали, что это от Господа, и что он ищет случая отостить филистимлян. А в то время филистимляне господствовали над Израилем. Знаете, мы иногда поспешно делаем выводы какие-то, да, по поводу каких-то ситуаций у людей, да, что так неправильно, то неправильно, тут должно так. Все знают, как должно быть, да, все знают, как должно быть. Но здесь написано, они не знали, что это от Господа, потому что сам Господь искал возможность отомстить филистимлянам. И здесь так написано, что он ищет случая отомстить филистимлянам. Вы знаете, Богу всегда нужен человек. Мы иногда так вот, ну, Богу превозносим, ну, в том плане, что вот Бог всемогущий, все без нас можно сделать, но Богу нужен человек. И Бог, мы видим, Он являет свою силу, Он вкладывается, да, вот в это рождение Самсона, в это вот словом своим, да, его выращивают. Бог готовит план, Бог готовит мужа, да, и потом начинает закручиваться определенные обстоятельства, он влюбляется в филистимлянку. И делает ей как будто бы неправильные вещи со стороны, но этот человек, живущий из сердца, этот человек, живущий из Духа, вот. И там начинают закручиваться эти события, когда они пошли за женой, шли через виноградник, кто-то помнит, да, лев вышел, мамы не видели с папой, и он порвал льва как ягненка, потому что на него сошел Дух Господень, да. Потом через какое-то, ну, не сказал своим родителям, потом через какое-то время он прошел той же дорогой, смотрит там во льве мед, да. А ему нельзя было прикасаться к мертвечению, но он взял, ел этот мед, да, то есть, не хочу разбираться сейчас в этих символах, потому что, ну, не об этом, да, там. Благодать, неблагодать, вот. Есть другие проповеди, которые об этом говорят, но сегодня не об этом, ну, то, что он сделал, да. Ну, во всяком случае, там закручивается так ситуация, и потом что происходит? Потом у него свадьба с этой женщиной, и на свадьбе он загадывает загадку. Вот так развеселился и решил похвастаться где-то внутренне, да, что, и говорит, ну, отгадайте мне. Если отгадаете за семь дней, то я вам то-то, то-то. Если не отгадаете, друзьям невесты филистимлянам, да, если не отгадаете, то я вам то-то, то-то. Или они ему, да, и вот. Из сильного вышло сладкое, да, и девушки, да. Помните, как он звучал? Из едущего вышло едомое, и из сильного вышло сладкое. И не могли отгадать загадку в три дня, да, в три дня. Вот, через жену потом эти люди сказали, ну, ты что, нас на свадьбу позвала, чтобы нас обобрать, выведай у него разгадку. Жена выведала у него разгадку, они ему отгадали. Он разозлился и ушел. А, да, ему надо было тридцать одежд, да, и вот здесь такой стих девятнадцатый. И сошел на него Дух Господень. И пошел он в Аскалон, этот город филистимский. И убив там тридцать человек, снял с них одежды и отдал перемены платья, разгадавшим загадкой. И всплывал гнев его, и он ушел в дом отца. А жена Самсонова вышла за брачного друга его, в который был при нем. Да, при нем другом. Через несколько дней, во время жатвы, пшеницы, пришел Самсон повидаться с женой своей, принеся с собой козленка. И когда сказал, войду к жене моей в спальню, отец ее не дал ему войти. И сказал отец ее, я подумал, что ты возненавидел ее и отдал ее другу твоему. Вот меньшая сестра, косивее ее, пусть она будет тебе вместо ее. Но Самсон сказал, теперь я буду прав перед филистимлянами, если сделаю им зло. И пошел Самсон, и поймал триста лисиц, и взял факел, и связал хвост с хвостом, и привязал по факелу между двумя хвостами, и зажег факелы, и пустил их на жатву филистимскую. И выжег полный и нежатый хлеб, виноградные сады, и масленичные деревья. И говорили филистимляне, кто это сделал. И сказал Самсон, взять филистимлянина, ибо этот взял жену и отдал другому его. И пошли филистимляне, и сожгли огнем ее и отца ее. Самсон сказал им, хоть вы сделали это, но отомщу вам самим, и тогда только успокоюсь. И перебил он им голени и бедра, и пошел, и засел в ущелье, сказал ей там. И пошли филистимляне, и расположились станом в иудеи, и протянулись до лехи, и сказали жители иудейские, за то, что вы вышли против... Ну короче, ладно, его там связывают друзья, приносят филистимлянам, он разрывает эти веревки, берет ослиную челюсть и тысячу человек положил. Вот. Ну короче, и был он судьей Израиля 20 лет. Да, и мы... И мы вот говорю, ну иногда говорим там что-то, да, о Самсоне, о том, как он там тут согрешил, тут согрешил, да. Но мы видим, что Бог использует человека и боль этого человека для того, чтобы включить этого человека против настоящего врага. Понимаете? Потому что Бог искал, как отомстить филистимлянам. Потому что иногда человек, не имея боли, не будет тем, кем он должен стать. Понимаете? И Самсон стал тем, кем он стал из своей боли. Он влюбился, в него забрали жену, ее потом сожгли, и он вот с этой раной не смог успокоиться и просто мочил врага. И это Ветхий Завет, мы должны это понять, да. Мы сейчас говорим не о том, чтобы там кого-то убивать, кому-то мстить. Но наша брань где? Наша брань не против плоти и крови, знаете. И мы должны понять, что, ну, вот те раны, те вещи, которые с нами происходят, это потому что враг очень силен. Понимаете? И семьи наши иногда разрушаются, и мы теряем кого-то, да. Именно из-за того, что враг очень силен. Именно из-за того, что, ну, понимаете, ну, сегодняшние времена очень, да. То есть ты, я знаю, человек, который борется за свою жену и всячески тоже там хочет, чтобы у нее она пришла там в порядок, но у нее забой. Да? И все. И мы можем сказать, ну, ты знаешь, как это победить? У тебя есть откровение, как сокрушить этого врага? Как сделать так, чтобы этот человек стал свободен? Когда включится эта сила? Когда включится эта власть настоящая? Через какое переживание Бог включит тебя? И вот Бог для меня включает Самсона в этот вот гнев на филистимлян. И, знаете, это, потому что христианство это не игрушечки. Знаете, это не то, что мы такие, дьявол мы тебе запрещаем, там, мы тебе там туда запрещаем и так далее. Сидим, пищим здесь и кому-то что-то запрещаем. Понимаете, вот или Самсон, там, да, льва порвал, там, еще 10 человек бы порвал. Жил бы свое удовольствие, свою жизнь со своей женщиной, рассказывал бы другим, как нужно жить, но Бог его повел по-другому. Бог искал, как по-настоящему отомстить филистимлянам, как включить человека. Знаете, и вот, ну, действительно, мы включаемся через боль. И никуда от этого не денешься. Знаете, мы реальную проблему начинаем видеть, когда сами сталкиваемся с реальной проблемой. Когда ничто не помогает. Когда ничто не помогает. Когда такая ситуация, что все. И Бог включает. Вот, и я хочу вот эту концовку прочитать. Знаете, в итоге там была такая ситуация, да, в итоге вот Самсон действительно набрал силу, филистимляне умерили себя, да. Пока был Самсон, они понимали, что они ничего с ним сделали. И они искали одного, как бы его остановить, как бы его остановить, да. И вот в этом и заключается, как бы, тоже, опять же, да, вот этот вот герой веры Самсон. Почему он герой веры? И мы видим, да, этот человек был со сломанным сердцем все равно. Он там, да, и там есть момент, он по блуднице ходил, потом ворота из города вынес. Потом полюбил женщину, Давиду. И не на... Ну, я раньше думал, что это была блудница. Нет, это была женщина, которую он полюбил, и все. И к ней пришли филистимляне, да. То есть, как бы, да, иногда вот через ближних работает, да, сатана. То есть, да, пришли эти начальства и власти, да, и говорят, ты нам должна сдать Самсону, ты должна. Она тоже его любила и выведала у него эти секреты, да. Кто-то читал эту историю, да, она докучала ему, спрашивала его три раза. Он придумывал сначала разные глупости, там, мне связать семью веревками, мне там, семь поз заплести, там, и так далее. И она каждый раз пробовала, и сила от него не уходила. И последний раз он ей открыл свою душу, открыл свое сердце. Знаете, и мы опять же можем сказать иногда, что, а, он не прав, ему нельзя было это делать, там, и так далее. Но я вижу Божий план в другом. И мы сейчас это увидим. Божий план в другом, что, знаете, Бог не всегда будет вести нас к настоящей победе через победу. Еще раз подумайте. Знаете, такие стихи, что в последние времена дьявол будет очень силен. И он сойдет на землю и будет одолевать святых. Вы знаете это или нет? Или вы думаете, это мимо вас пройдет? И вот настоящая победа, она в этом заключается. Некоторые думают свою жизнь пройти как отличник такой, знаете, христианин. Я все знаю. Я слышал про Самсона, я тут мед не ем из трупа, я блудницам не хожу. Я все понял, Господь. Осторожно. Бог сказал, вот в этих последних временах, в этих последних испытаниях, он будет одолевать. Знаете, мне не хочется читать это слово. Мне хочется сказать, ну все, ну, только не меня. Как-нибудь пройдем полегче. Не прошло. Но Бог знает, да, что потом будет победа, настоящая победа. Победа из смерти. Не возлюбили души своей, даже до смерти. Но победили его словом свидетельства своего и кровью Агласа. Знаете, такие стихи. И вот с Самсоном это происходит. Он не выдерживает этого искушения. Она стучит в него. Она разрывает ему душу. Она выведала у него секрет. Резала ему волосы. Он подумал, что он сейчас и позвала филистимлян. Он думал, что он, как и прежде, их победит, а силы не стало. Его связали, выкололи ему глаза и поставили его молоть. На пшеницу молоть. Крутить вот это вот колесо с рабами. И смеялись над ним. Тут вот и есть то, что, знаете, если ты настоящий христианин, тебе, похоже, придется пройти через это. Потому что настоящая победа, она из смерти. Иисус говорит, кто душу свою разбережет в этом мире, тот потеряет ее. Кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. И это так. И по-другому никак. И вот никуда мы от этого не денемся. Знаешь, не в том, чтобы ты прошел свою жизнь как отличник. Сдал все на пятерки. Настоящая сила высвобождается из боли, из смерти, из поражения. И вот такого Самсона привели, как посмешище. И все. Они думали, все. Мы будем... Все. Наш самый сильный враг, тот, который держал нас в страхе, который защищал христиан, он повержен. Но у Бога был другой план. И там есть, знаете, 16 глава, 22 стих. Ну, я напишу 21 стиха. Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза. Привели его в газу и отдавали его двумя медными цепями. И он молол в доме узников. Между тем, волосы на голове его начали расти, где они были отстрижены. Знаете, вот. Именно в этом, да. Именно в том, когда мы достигаем дна. Когда мы достигаем вот этого полного сокрушения. Когда мы проигрываем, реально проигрываем. Знаете, нам хочется сказать, я буду провозглашать, я выиграю. А вот, знаете, вот ситуация так складывается и бывает. И все. Ты проигрываешь. И все. И нет ничего. Но вот Бог, Он такой, что Его милосердие обновляется каждое утро. И идут день за днем, и волосы начинают расти. И милосердие начинает обновляться. И вера начинает укрепляться. И Слово Божье приходит. Знаете, я говорил уже, по-моему, вот. Иисус проповедовал в аду. И я, будучи во всех этих своих ситуациях, как будто бы вот, ну, понял, что это такое. Знаете, раньше я больше видел эти картинки такие, что Иисус спустился в ад, такой во всем белом, сияющий. И такой в аду ему. Ну, что, будем выходить или покаять, да, такой? Иисус попал в ад. Иисус взял на себя грех. Иисус был отделен от Отца. И в аду он был отделен от Отца. Потому что в аду нет надежды. В аду нет смысла. Там просто безысходность. Горечь безысходности, обида какая-то, и все. И ты это испытываешь все время. Знаете, я переживал эти свои самые муки с женой. И я не знал, куда деться из этого состояния. И я прокручивал разные варианты. И скрываю вьены, и выбрасываюсь из окна. Ну, не бойтесь, я не собираюсь это делать. Не надо только себя делать у святых людей. У нас столько бывает мыслей всяких дурных в голове. Поэтому, вот мы такие, понимаете. Мы иногда кого-то расчленяем. Нет? Бывает? Да. Да, и мы... Поэтому не пугайтесь, знаете, не пугайтесь. Не все вот то, что вот иногда приходит, это есть мы. Бывает, проносится дух какой-то или еще что-то. Но зная про то, что такое ад, уже как проповедник, как человек, имеющий откровение, что это такое, я понял, что я вот сейчас выпрыгиваю из этого состояния и сразу запрыгиваю в это состояние. Только уже без возможности выпрыгнуть из этого состояния. И все. Я говорю, нет. Понимаете? И вот для меня Иисус, Он попадает в ад. В ад. Вот в этой оставленности отцом. Он умер от того, что отец его оставил. От того, что отношения с Богом разорвались. От того, что единственная личность, которая всегда была с Ним. Вы понимаете, мы не знаем по-настоящему того, как жил Иисус. У Него действительно были вот эти отношения с Отцом. Настоящие. Он настолько их ощущал, то, что вот, к чему мы идем еще. Знаете? А Он это имел, и они были вот настоящие. И Он ничего не боялся в этих отношениях, потому что вот, если Бог с нами, кто против нас, но тут отец его оставляет. И Он попадает в ад. Он попадает в ад с надеждой воскреснуть. С надеждой воскреснуть. И Он вот в месте, в котором нельзя верить, нельзя надеяться, Он верит и надеется, что Его скоро заберут. И Его забрали. Смертью смерть попрал. Аминь. Поэтому, и поэтому Иисус говорит, что, ну, если кто, ну, семя, если папа в землю не умрет, то оно останется одно. Знаете, вот так же и наша жизнь. Так же и то, что Бог хочет, ну, сделать через нас на этой земле, чтобы мы принесли плод. Чтобы мы действительно доставили проблемы врагу. По-настоящему настоящие проблемы. Знаете, и вот именно в этом наше призвание доставить проблемы врагу. Потому что Бог хочет, ну, действительно повлиять. И есть очень много людей, которые живут в аду. Понимаете, живут в аду. Живут в безысходности, в бессмысленности. А мы ходим такие и думаем, да, благослови, давайте за тех, может, за этих. Вот начали делать. Вот реально девчонку привезли. Открылась она. Заботьтесь о ней. Знаете, вот не надо бомжей кормить. Пока. Из последних сил, потому что, ну, потому что мы хоть бомжей кормим. Надо реально вырывать людей из ада. Потому что есть очень много людей, которые живут в аду. Между тем, волосы на голове его начали расти, где они были отстрежены. Владельцы филистинские собрались, чтобы принести великую жертву догону Богу своему. И повеселиться. И сказали, Бог наш предал Самсона, врага нашего, в руки его. Так же, ну, и вот такие вот пироги там, да. И собрали великое это и привязали его там, да, колоннам своего храма внизу. И вот 26 стиха я читаю. И сказал Самсон, ну, давайте, ладно, прям прочитаем. Так и народ, видя его, прославлял Бога своего, говоря, Бог наш предал в руки наши врага нашего и опустошителя земли нашей, который побил многих из нас. И когда развеселилось сердце, сказали, позовите Самсона, пусть он позабавит их. И призвали Самсона из дома кузников. И он забавлял их. И поставили его между столбами. И сказал Самсон от руку, который водил его за руку, подведи меня, чтобы отщупать мест столбы, на которых утвержден дом, и прислониться к ним. Дом же был полон мужчин и женщин. Там были все владельцы филистинских. На кровле было до трех тысяч мужчин и женщин, смотревших на забавлявшего их Самсона. Наша пра не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против духов злобы поднебесних. Это здесь собралось. Это здесь собралось. И много раз, я не знаю, много раз или нет, но действительно, то, что я понял, есть вещи, которые не включатся в твоей жизни без боли. И я увидел, на самом деле, знаете, я хоть это проповедую, и действительно пришли люди, и много людей приходили и говорят, слушай, мы уже пережили то, что ты пережил. И они мне рассказали, и мне открылась такая картина, что оказывается, вокруг меня уже вот эти люди, уже вот эти люди, которые готовы, которые действительно понимают, а я еще вот свои экзамены не сдал. Знаете, я много чего проходил, но вот такого, чего пришлось проходить, не проходил. Но я, как бы вот, Бог открывает, для чего это, знаете. И, наверное, еще будет что-то. И воззвал Самсон к Господу и сказал, Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Боже, чтобы мне в один раз отомстить филистимлянам за два глаза моих. И сдвинул Самсон с места два средних столба, на которых утвержден был дом, упершись вниз. В один правую рукою своей, в другой левую. И сказал Самсон, умри, душа моя, филистимлянка. И уперся всею силой, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем. И весь народ, и было умерших, которых умертвил Самсон при смерти своей, более, нежели сколько умертвил он в жизни своей. Аминь. Это духовные вещи. Знаете, я не призываю вас идти умирать физически, но огненного искушения, посылаемого вам, как бы испытания странного для вас, не чуждайтесь. Потому что, ну вот, действительно, мы действительно, проходя свои страдания, получаем то утешение, которое мы будем утешать других. И получаем те откровения, которые потом будут спасать других. Потому что, ну, действительно, враг очень силен. Мы даже не представляем до конца, насколько силен враг и насколько нам нужно объединиться, сплотиться. Знаете, мы вот играем иногда в какие-то тут церковные недовольства друг друга, там, или еще чем-то. Это такая вот ерунда, но это вместо того, чтобы объединиться, вместо того, чтобы пройдя свои вот эти моменты, стать командой, которая кроткие. Знаете, кроткие наследуют землю. А вот знаете, я вам говорил уже, много кому говорил, но еще раз скажу. Наследовать землю – это что? Это, алло, придите, вам наследство. Нет. Наследовать землю – это пойти ее и завоевать. И знаете, и не то, чтобы на земле есть какая-то земля, это то, что я понял. Это землю. Бог говорит, святые будут управлять землей. Святые, кроткие наследуют землю. Кроткие смогут ее завоевать. А знаете, кто такие кроткие? Тоже вот, я обожаю это место, мне Бог открыл. Однажды повел меня изучать там эти греческие слова. И там вот это слово, которое переведено нам как кроткие, знаете, для нас как кроткие, да, это кто? Правильно? Такие кроткие. А вот то слово, которое там употреблено, то, что говорит Иисус, греческое, да, потому что Новый Завет по-гречески написан. Кроткие наследуют землю. Греческий историк, еще до даже, да, Рождества Христова, который записывал, он употреблял это слово для описания чувств, возникающих между солдатами, воюющих долгое время рука об руку. Еще раз, кроткие, это описание чувства, возникающие между солдатами, которые долгое время воюют рука об руку, которые много раз шли на смерть, которые действительно, вот вы помните, как раньше воевали? Да ты и сейчас тоже, да? Мы не ходили туда, не воевали, но ты не знаешь, вернешься ты сегодня или не вернешься. Ты знаешь, что жизнь других людей вокруг тебя зависит от четкости выполнения тобой поставленной задачи офицера. Потому что хаос, он всегда поражение. А четкое исполнение инструкций, даже если они иногда тебе кажутся не очень правильными, да, когда, а я думаю здесь так, я думаю здесь так. И вот эти, да, вот, просто представьте, что такое, да, вот есть эти солдаты кроткие, там туда-сюда, и вот офицер приходит, и среди них есть несколько молодых. И вот стоят кроткие и слушают приказ, и он говорит, все идем туда-туда, а с этого нападаем, и молодой, и говорит, нас всех убьют, нас всех убьют, да, вот это вот. И они ему, не бойся, за нами встанешь. И он проходит свой первый бой, второй бой, и становится таким же кротким. И я говорю, что эти кроткие они видели много. Они видели, что кто-то отписался от страха, но они не смеялись над ним. Они ему сказали, мы тоже так делаем. Действительно так. И он такой, да, нормально. Вот так, вот такая должна быть церковь. Помните, как она названа, да? Она невеста Христова, грозная, как полки со знаменами. Вот это и есть кроткие, которые наследуют землю. А иначе все остальное, это просто наши пищим, играем. Столько людей играют. Но у Бога есть планы. Я верю, что это вот, это время началось. И то, что, ну, происходило и будет происходить. Я не знаю, как Бог все проведет и в моей ситуации и дальше. Ну, хочется, чтобы все было хорошо. Но не всегда будет все хорошо. Не всегда будет все хорошо. И это факт. Хочу еще одну историю рассказать уже про себя. Хулиганскую немножко. Вот для того, чтобы понять тоже. Я играл в хоккей. Вот, поэтому женщины сильно, я не судительный. Мужики иногда деремся там. Вот. Делаем. И для нас это нормально. И в хоккее это тоже иногда приветствуется. И я вот помню последние годы моего хоккейного, вот такого, в моей жизни. Там, где-то я с 11-го, там, по 17-й год я плотно поиграл. И тут это был бум. Я с детства был хоккеистом. Потом это было похоронено в моей жизни. И потом Бог мне это дал. И я был так счастлив. И у меня было время, были деньги. И я этим, как бы, серьезно увлекся. И мы стали командой, которая всем задницу играла. На этом городе, в любительском, вот этой вот лиге. Мы не были сильнее всех. Ну, вот, несколько сезонов мы забрали первое место, как раз, когда это было, ну, вот, когда это был этот бум, когда это было действительно важно. Сейчас там уже много дивизионов, все разбились там туда-сюда. Тогда был вот один дивизион и все. И все ненавидели команду «Чайка». Просто вот. Мы каким-то образом были, как по сбору. Мы даже от этого устали, что, думаю, ну, все играют, как играют, а на нас все, как на последний бой настраиваются. Все вот просто, всем надо обыграть «Чайка». И вот у нас было несколько там, за последние там, ну, вот, те годы там, полуфиналов, финалов, где все было там достаточно жестко. И у нас там, в принципе, в силовую играть нельзя. Ну, всякое бывает там, и драки даже какие-то были там и так далее. Ну, не сильно, и все там быстро разнимается, и ничего такого. И вот в шестнадцатом году, или когда, ну, шестнадцатый или семнадцатый, Бог позвал меня, и я начал двигаться в этом обновлении. И получилось очень много откровений от него очень, таких серьезных, которые, ну, я даже вам сейчас не могу говорить в открытую, потому что, ну, не нужно это пока, как бы, Бог не дает. Кто-то лично их знает, вот, кто-то не знает, ну, когда ты находишь себя в Библии, крышу сносит. Знаете, ну, и причем, ну, вот так нам видно, что, знаете, Иисус однажды прямо себя в Библии нашел. Пятьдесят третья глава. Как Агнец, на заклане. И вот, понимаете, вот именно себя, ни кого-то, ни образ, не так же, это был Он. И Мария однажды нашла себя в Библии. Все девы в очереди родили, знаете. Все женщины Израиля думали, что это что-то, какой-то образ, но была одна конкретная Мария. И вот представьте, мне однажды Бог какое-то, ну, есть одно место, где Он мне указал. Мне было очень трудно это принять, но пока вот, ну, все так. И про последнее время, да, не то, что там прям один я, но именно про то, что мы и делаем, и про откровение Сынок Божий. И я вот, когда ты это получаешь, сносит крышу чуть-чуть. Ты ходишь с Богом, ставишь там всякие знамения, ищешь подтверждения. Знаете, Бог Едеону тоже однажды сказал, вот все, иди, ты победишь, мы тебя не тянут. Забрал у него 20 тысяч, 20, сколько там, да, 29 тысяч 700 человек. Забрал у него из 30 тысяч, оставил ему 300 человек, да, и говорит, ты победишь. Ну, слово есть, и все. Есть слово, нету логики, но слово есть. И Гедеон ставит знамение, да. Вы знаете, что Гедеон ставил знамение такое, чтобы оно не произошло. Вот оно нереальное знамение. Он это делал для того, чтобы ему не идти это делать. Он говорит, пускай, я положу шерсть, пускай вся вода будет, ой, вся трава в утро будет мокрая, а шерсть сухая. Нереальное знамение. Встает, е-е-е, сухая. Знаете, что сделал потом? Пищал. Вот вы понимаете, что он делал, нет? Он пытался отказаться идти на смерть. Он пытался отказаться, он всячески пытался отказаться, что... И он говорит, Бог, ну извини меня, но давай теперь наоборот. Вот шерсть мокрая, а вся трава сухая. И встает, и вот так вот, понимаете? Я не хочу умирать, я не хочу умирать. Ну потому что они шли на смерть. Знаете, они шли на смерть. Они шли в одной руке факел, накрытый этим сосудом, да? А в другой руке, что, меч или нет? Нет. А в другой руке труба. И все. Ту-ту-ту-ту-ту. 300 человек. А там столько, помните, нет? 200 тысяч. Вся долина усеяна. Гидеон, ты с ума сошел? Бог сказал. Бог сказал. И это что? Вот с шерстью было. Это что? Куда я это делу? Как мне жить после этого? Ну ладно, умрем, умрем. Все. Правильно или нет? Крепки. Аминь. И вот эти 300 человек, которые Бог отфильтровал, это прообраз все. Прообраз церкви. Понимаете? Прообраз. Откровение сынов Божьих. У Бога есть план. Нужны люди, которые пойдут на смерть. Которые не возлюбили души своей. Даже до смерти. И победили его бровью Агниса. И словом, свидетельство своего. Это эти люди. И вот я в хоккее тоже. Ну и вот эти годы, знаете, когда мы всех обыгрывали, они у нас подзакончились. У нас команда ослабла. Многие покинули. Какие-то разгоры. Но на нас все равно настраиваются эти вот. И вот уже там какой-то сезон у нас там подходил к концу. И мы играли команда, которая... Вот она все. Она вот... Она из всех команд, которые нас ненавидели, собрала всех лучших в свою команду. И... А там, ну, хоккей-то техничная игра. На самом деле, вот если там, ну, на любительском уровне еще можно как-то там, вот просто на характере там, да? Ну, чем выше уровень, все. То есть, если ты быстрее бежишь, лучше бросаешь, владеешь клюшкой, то ты и паса отдашь, и все. У нас тут полутрупы уже, а тут вот против нас вот эти вот. И вот я решил знамение поставить. Потому что, ну, тренер говорил, нам керды. Все. У нас шансов нет. Мы знаем, кто там. Они злые на нас, и как бы, ну... Да, в принципе, это все игра, и ничего такого нет. Ну, нам просто обидно, что они знают, что мы уже такие слабые, и они против нас, и сейчас они нас обыграют. И мы говорим, ну, какие вы герои, вы нас вот тогда уже, ну, не обыграли, а сейчас мы. Ну, я думаю, все равно, ладно, Бог, раз ты мне сказал, что я тот, кто я есть, давай, мы должны выиграть, и я должен забить три гола. Как вы думаете, забил? Нет. Как вы думаете, мы выиграли? Нет. А? Нет. И мы не выиграем. А знамение было серьезное. Но знаете, одна вещь произошла на этой игре. И вот про это я хочу, и мне Бог проговорил. Он мне показал, ну, наш план, мой план. И вот нас уничтожали. Счет был сокрушительный, там, 10-11. Я ездил, катался и пытался где-то, ну, ладно, все, а шучусь, там, знамение, незнамение, все, ну, не срослось, ладно, туда-сюда. И помимо того, что они нас вот сильнее были, ну, как бы, ну, не было смысла на собой, мы уже не те совсем. И они, ну, ну, совершенно другого уровня. И у нас ничего толком не получается, конечно, никакой игры, не в пас, ничего. И они еще ездят и хамят, задираются, еще вот, ну, там есть у нас такие вещи, там, где-то там, тут по рукам, тут клюшка у тебя, то есть, ну, вот, просто вот такая атмосфера нас просто уничтожает. Просто вот мы прям вот терпим унижение вот этого, знаете, вся команда терпит унижение просто. И вот уже бы поскорей бы все это закончилось и все. И вот происходит такой момент, я с шайбой, оказывается, ну, там, борт где-то в двух метрах. Я так, ну, в принципе, неплохо взял шайбу, сделал несколько там обманных движений, укрыл ее, сделал все правильно. И соперник, причем один из самых главных вот этих гадов, которые, ну, вот самые подленькие такие, да, которых мы, как бы, не любили. Он, как бы, за мной не успевает, и он делает очень хамское движение, знаете, у меня вот клюшкой, тоже не успел, он меня клюшкой толкает на борт, не в борт. Знаете, когда ты находишься около борта, у нас там, ну, это нормально, припечали, припечатали, ну, и, как бы, нормально, поехал дальше. Но когда до борта остается расстояние, этого делать нельзя, это толчок на борт называется, это черепатор с серьезнейшими травмами просто. И вот он меня вот на этой скорости, как бы, толкает, я лечу вот в этот борт, как бы, переворачиваюсь, всей спиной, там, головой плашмя просто от борт бьюсь, падаю, вся моя команда там замирает вот в этом всем движении. Но падать я умею, и, в принципе, ну, получилось все так. Я сгруппировался, то есть, как бы, толчок получил, испугался даже этот, который толкнул, потому что, ну, это под инвалидность вообще вещь. То есть, у нас вообще толкаться нельзя, а это такое хамство, что это вот, ну, тебя под инвалидность толкают, знаете. Ну, у нас в хоккее есть, как бы, такое правило, есть вещи, которые прощать нельзя. Знаете, вот, ну, нельзя. Ты есть и мужик, ну, нельзя какие-то вещи прощать. И вот я, как бы, понял, что произошло, поднимаюсь, медленно он стоит, а в хоккей драться очень тяжело, знаете, вот, тебя сразу за майку тут сразу прибежали, то есть, даже не размахнешься, ты там, шлем, эти перчатки там и так далее. И вот я пока медленно поднимаюсь, я понимаю, так вот, гляну на него, я понимаю, что у меня есть только возможность на один удар. Знаете, я когда-нибудь предупреждал, что история чуть-чуть хулиганская какая-то, знаете. Ну, был проговорённый через неделю. Я вот стою так старенно, на коньках, чуть-чуть отталкиваюсь, набираю скорость, как бы, вот, ну, а он, как бы, в шоке, как бы, чуть-чуть стоять, ну, как бы, ну, я убился там, по идее, как бы, так, и он так руку вниз ещё спрятал, как забил её, как дал ему хорошо, да? Ну, он прям в этот же борт попал. Так же стёк, потом его подружки, ну, нормально отошёл, всё нормально, у нас бывает, знаете, вот, бывает, поэтому, ну, мне потом жалко стало тоже. Ну, знаете, что самое главное произошло? Моя команда пошла, как нам, раздевал, вот, да. Поняли, к чему всё это? Нет? Иногда нужно нанести всего лишь один удар. Это то, что мы видим у Самсона, знаете. Иногда мы не победим, знаете, мы можем не обольщаться, но мы должны думать о том, как нанести удар, что мы конкретное можем делать, что мы конкретное можем сделать, знаете, чтобы вот, ну, из этой боли для того, чтобы вот, ну, по-настоящему сокрушить врага, понимаете, я вот, ну, для меня это это, знаете, я не знаю, что мы будем, как мы будем, куда мы будем, но Бог дал мне знамение, знаете, я хотел победить, я хотел забить три гола для того, чтобы вот, но Бог мне показал другое, потому что я помню, когда, и я вспомнил это, потому что когда за меня этот хвалов молился дедушка, потом помню, когда всё началось до 16-го года, там было сказано несколько вещей, «Стань, хватит стоять в стороне», и потом он говорит, «Ты молотила, ты кувалда, там, которая будет сокрушать твердыни, там, и так далее», и, ну, вот, иногда сокрушать твердыни приходится из того, что тебе придётся терпеть поражение. Поэтому это то, что я вам сегодня хотел передать. Я хочу ещё прочитать несколько стихов, которые об этом нам говорят. 2 Галимфианам, 12 глава, 8 стих. Апостол Павел, его смерть и его боль. «Трижды молил я Господа». Да, но из-за того, да, у него было жало ангел сатаны мучить его. У него было поражение в жизни. Некоторые хотят жить без поражений, но тогда ты любишь душу свою в этом мире. Но если ты потеряешь душу свою в этом мире, ты обретёшь её. И здесь он говорит, что «трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольна для тебя благодатью моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Аминь. Действительно, это так. Сколько бы нам этого не хотелось, но это так. Потому что действительно страшные времена. Я хотел ещё затронуть этот случай с парнем в Казани с надписью «Я Бог». Вы поняли, кто написал это слово «Я Бог» или нет? Вы думаете, что это этот мальчик? Нет. Это Бог этого мира. Транслирует нам это. Давайте прочитаем второй философис «Ланикийцам». А каким образом это произошло у него? Это человек, которого обижали, который не смог справиться с обидой. Которому не нашлось людей рядом, которые бы смогли объяснить ему, что нельзя копить обиду. Знаете, вот это тоже то, против чего ты не можешь противостать. Я когда пытался подмириться с своей женой, она мне говорит, она мне вот ряд обид. Ряд обид, бесконечных обид. Я говорю, ну как же так? Неужели не было ничего хорошего? Она не видит, она не помнит. В этом состоянии. Обиды есть? Есть. Есть. Но мы должны найти силу, найти другую мысль, найти что-то еще. И я, знаете, я вот в этом своем состоянии решил ухожу. Кто знает, я тут с Белкиной помирился. Я просто захотел ему позвонить вот в этом состоянии и сказать, я хочу с тобой помириться. Он приехал ко мне. Он тоже меня утешал. У него была похожая ситуация. Как бы не собирается приходить. Ну, во всяком случае, пока я говорю. Ну, не важно. Да, просто помиримся. Не знаю, как-то Бог так повел. Второй фессалоникийцам. Третий стих, вторая глава. Да не обольстит вас никто, никто никак. Ибо день тот не придет, доколе не придет, прежде отступления, и откроется человек греха, сын погибель. Противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святыней. Так что в храме Божьем сядет. Он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли я, что еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайны беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от следы удерживающей тепей. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уз своих и истребит явлением пришествия своего. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякую силу и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих, за то, что они не приняли любви и истины для спасения своего. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения. Так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверовшие истине, но возлюбившие неправду. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом, братья, что Бог от начала через освящение духа и веру в истины избрал вас к спасению, которому и призвал вас благовестием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Знаете, вот действительно страшные вещи будут происходить. Еще хочу прочитать Откровение, 12 глава. С 9 стиха. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаноем, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ними. И услышал я громкий голос, говорящий на небе. Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего и власть Христа его. Потому что низвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. И так веселитесь небеса, обитающие на них, в горе живущем на земле и на море. Потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Я считаю, что это время сейчас. Посмотрим. Я не то чтобы хочу пророчествовать, но оно мне везде открыто показывается, что я просто поражен, насколько сейчас дьявол силен в людях. А в ком он силен? Здесь написано, «Веселитесь небеса и обитающие на них». Но горе жителям земли и жителям моря. И это символы. Жители земли, я вам уже говорил, и море, это плотские и мирские. В принципе, это одно и то же. Это те люди, которые любят мир, похоть плоти, похоть отчей и горность житейскую. Это те, которые на самом деле не ходят по духу и не живут по духу. Даже верующие. Но радуйтесь небеса и обитающие на них. Понимаете? То, что мы можем, мы будем воевать, мы будем где-то проигрывать. Но то, что сердце наше, оно у Бога и в Боге сокрыто, мы победим. В целом победим. И Бог это сделает. Даже если в каких-то моментах нам придется проигрывать. Аминь. Поэтому, ну еще раз, то, что знаете, не надо обощряться тем, что мы, может быть, победим. И все будет хорошо сразу. Но мы должны искать конкретного дела. Конкретного. Как Павел, когда встретился с Господом, он говорит, Господи, что повелишь мне делать? Знаете, и вот вся эта ситуация, которая со мной произошла, меня реально сломала. И ребята знают. И я, ну как бы вот, и мне все говорят, да не сломала тебя. Я говорю, ну вы просто не знаете. Ну как бы, я просто функционирую, потому что не могу не функционировать. Потому что есть конкретное дело, есть конкретные люди. И я вот насколько смогу, буду продолжать функционировать. И, возможно, воскресну, во всем этом постепенно пройду это, отойду и так далее. Ну, мне пришлось вот так вот все это пройти. И я даже не знал, да, что вот так бывает. Я во всех своих вот этих скорбях, я взывал к Богу и говорю, Богу, даже Иову было легче. Потому что ты оставил ему жену. Ты сказал дьяволу, туши его, не трогай, знаете. И я тоже проходил там разные испытания, когда у меня из центра все ушли, и все остановилось. Три дня, и все нормально. И все. А здесь нечто другое. Когда вот из тебя вырвали жизнь, часть жизни, ты просто задыхаешься и не знаешь, ну как жить. Вот, поэтому мне совет мужья, берегите своих жен. Я раньше знал это в теории, что мужья, любите своих жен. Ты меня любишь? Да. Или нет. Но это любить, это вообще все делать. Все. Вот. Поэтому в них душа. Какие бы они, да, иногда не были, так или так. И я понял, что если мы сможем их любить, то они будут с нами духовные и будут рядом. Именно потому, что мы сможем их любить. Вот. Поэтому вот такие советы мужьям. Потому что я, я говорю, я наблюдал там за одной ситуацией. К нам приехали вот гости, вы их видели. Или с детьми, жена и я видел мужа, который я был как раз в этой агонии своей. И я видел уставшую жену, которая с ребенком, которая говорит, Дим, дай мне телефон там сзади в машине. И Дима так медленно давал ей телефон, чтобы не хотелось убить этого Диму. Вот я с шуткой говорю, да, что беги, дурак, я хотел сказать. Я давай принесу и тебе пол. Потому что, ну, ты потом получишь. Ты потом такое получишь, что ты не знаешь, не будешь знать, куда тебе залезть и вообще, что с этим всем делать. Когда вот эти обиды и вот это вот твое промедление здесь или там. Потом получилось, что он просил его открыть машину. Дима, кроме его издалека, и он там так поделал, он даже не узнал, открыл или нет. А я стою, переживаю, открыл ты ей машину или нет. И мы болтали, я говорю, ты машину открыл, я пошел смотреть. Я говорю, Дим, ты не открыл ей машину. Она стоит пять минут около машины вот так. И я понимаю, буля готовится. Буля готовится. И когда-то этот вулкан взорвется. Поэтому, как мужья, вот все, что мы можем делать, или не все, мы должны делать все. Все вообще. Жены повинуйтесь. Это проще. Знаете, если мужчина будет любить, если мужчина будет любить, то жена сможет повиноваться. Это, ну, как бы, вот так нас Бог создал. И тоже хотел вам сказать, поймите это относительно себя и относительно других людей. Мы готовыми не рождаемся. И вот то, что вы знаете о себе, и вы находитесь в этой жизни, вы находитесь в этой жизни ради процесса. Ради переплавления вот этого, для того, чтобы мы, пройдя через жизнь, могли сказать, что мы прожили, что мы изменились. Нету готовых. Знаете, на некоторых смотришь, и вот он. Вот он. Да, про некоторых говорят, даже супружеские пары. Вот он там, все над женой там. Вот у него такой характер, он такой. Мы не знаем, на самом деле, что сделали его таким. Понимаете? Или, может быть, это только, ну, действительно так вот сложилось, что у него такой характер. Но мы способны к изменениям, знаете. И это ложь, что человек не меняется. Просто человек меняется очень часто в серьезных обстоятельствах, в серьезной боли. Вот. И мы делаем выводы, и мы очищаемся, когда Бог нас переплавляет. Поэтому, знаете, еще один стих такой. Это Малахия, один из моих любимых. Но сегодня акцент немножко другой на него. Малахия, последняя книга Ветхого Завета, 4 глава. Четвертая глава, 1 стих. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь». И вот это я и хотел сказать. Знаете, этот день придет. И этот день действительно будет пылающий, как печь. И, знаете, никто не избежит. Но только духовные, и верные, и любящие Бога, они будут переплавлены в этом горниле испытания. И они выйдут оттуда, как в седрах Месаха Адденава. Славят. А тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как соломы. И попали ты в грядущий день, говорит Господь Саваоф. Так что не оставят у них ни корни, ни ветви. А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его. И вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные. И будете выбирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших. В тот день, который я соделаю, говорит Господь Саваоф. Аминь. Давайте встанем, будем молиться.